Николай Тукин после окончания Брестского университета по специальности юрист не имел даже смутного представления о такой профессии, как риэлтор. В 22 года впервые переступил в качестве стажера порог агентства недвижимости. Сегодня Николай знает об этой работе практически все, и даже чуть больше. Всем всегда интересно, кто же такой риэлтор. Это скорее продавец, юрист, строитель или еще кто-то. Вот на самом деле, если сказать честно, то риэлтор это такой специалист, который должен обладать разным набором знаний. В большинстве своем это, конечно, психолог-продавец. Я бы сказал, если посчитать, то 80% в риэлторе это продавец-психолог, 10% это знание юриспруденции, то есть работа с документами, и 10% это знание строительной сферы, то есть планировки, ремонта и так далее. А вообще это профессия про нахождение компромисса, про переговоры, про помощь одной-второй стороне. Такой своеобразный медиатор в сфере недвижимости, который должен обладать и знаниями юриспруденции, и строительной сферы. Но психология на первом плане, поэтому если вы хотите быть риэлтором, учитесь на риэлтора, уделяйте огромное внимание психологии. Фортуна повернулась лицом к Николаю, и сегодня перед нами владелец и руководитель организации «Бугриэлт», которая имеет пять филиалов в четырех городах, включая столичный. Специфическая работа, так можно коротко сказать о профессии риэлтора. Тем более, что каждый год приносит свои форматы трудностей. 2020-й не исключение. И для рынка недвижимости, и для риэлторов настали тяжелые времена, но это, наверное, не секрет ни для кого. Поэтому всем приходится работать, скажем так, напряженно и давать результат даже в такое непростое время. Если про рынок в двух словах, то ситуация такая, что количество делок сокращается, цена постепенно снижается. Поэтому, чтобы вот дальше можно по-разному предсказывать, есть разное мнение. Наблюдая со стороны, можно заметить, что не только деловые качества позволили Николаю Тукину создать и расширить бизнес, который поначалу насчитывал три сотрудника, а теперь более 50. Да, сегодня не самые лучшие времена для риэлторов. Ведь общая экономическая ситуация отразилась и на покупательской способности. Однако позитив и чувство юмора, стремление шагать в ногу со временем, а также открытость и харизму у Николая ценят клиенты, которые переходят в число постоянных и становятся добрыми друзьями. А коллегам приятно работать под началом опытного и позитивного руководителя. Он для этого здесь создал все условия. Я работаю в агентстве недвижимости «Бук Риэлт», занимаю должность агент по операциям с недвижимостью. Работаю порядка двух лет, работа мне нравится, очень интересно, люблю работать с людьми, поэтому задержался и работаю здесь, и планирую работать очень продолжительное время. Установка приятная, приятная работа. Все друг друга понимают, помогают, соответственно, работа очень интересная, как бы разнообразная. Что касаемо нашего директора, он очень креативный, он начал развивать свой ютуб-канал, соответственно, на свой блог. С ним очень приятно работать, и при этом, ну, как бы он ведет свой блог, при этом он, скажем, ну, и достаточное количество времени уделяет, скажем так, ну, и основной работе. А вот сама идея вести блог пришла от сотрудников рекламного отдела. Продвигать недвижимость в видеоформате показалось интересной задумкой, а практический опыт и время только подтвердили верность решения. Теперь сама жизнь и работа подсказывают темы для новых сюжетов. Блогер чувствует себя в кадре уверенно, а зрители и подписчики полюбили канал под названием «Вики-дом» и с нетерпением ждут новых видео. Мы снимаем каждый раз итоги рынка недвижимости в октябре, в сентябре за месяц. То есть, вот за месяц на рынке недвижимости в городе Бресте произошли следующие события. Там на вторичном рынке такие события, на загородном рынке такие события. То есть, посмотрев этот блог, это видео в течение 10 минут, у вас создастся полное представление о рынке недвижимости по итогам месяца в конкретном городе. Поэтому, вроде как, за видео будущее, поэтому стараемся соответствовать и шагать ногу со временем. Людмила Логодич, Андрей Щерба, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.